Качество питания в школах Люберецкого городского округа – вопрос, который с 1 сентября вновь стал актуальным. Из каких блюд состоит меню и насколько оно разнообразно, как контролируется качество продуктов, кто готовит и как организовано посещение школьной столовой. Все эти моменты были проверены в ходе инспекции пищеблока 27-й школы Люберец. Подробности в следующем материале. В школьной столовой суета. Первая группа детей накормлена и отправлена за парты. На очереди следующая. Необходимо протереть и накрыть столы. И так перед каждой переменой. В нашей школе обучается 1395 детей. А мощность нашей школы – 825 детей. Поэтому мы кормим в три перемены только завтрак. Организовано питание, доставили столы, доставили стулья. И одновременно в столовой питается 400 детей. У нас работают три шеф-повара. В мойке у нас работает 4 человека. Накрывает нас 2 человека. Люди, которые к нам еще дополнительно помогают, 2 человека. В общей сложности у нас около 12 человек. Все сотрудники пищеблока вакцинированы от гриппа и коронавируса. Регулярно проходит медосмотр. Вся еда готовится в школе. Меню разнообразное. Рассчитано на 10 дней. После чего повторяется. Каждую пятницу пельмени. У нас повара с утра приходят. С вечера у нас чистится картошка, чистится морковь. Все подготавливается. И утром шеф-повара около 4 часов утра начинают работу. Сегодня на столах суп, салат, запеканка, хлеб и компот. Часто дети получают фрукты, сыр и сладости. На вопрос исполняющего обязанности главы округа Владимира Волкова «Хочется ли добавки?» Школьники ответили «Да». Качество пищи Владимир Волков оценил лично. И от того, как мы будем внимательно следить за рационом питания, от того, как мы будем следить за питанием детским, от этого и будет зависеть развитие ребенка. Потому что качественное питание дает, как строитель, строительный такой материал организму и питательную среду. Все продукты, а особенно скоропортящиеся, например, сыр и молоко, проверяются ежедневно. Особое внимание работники столовой обращают на сертификат качества и срок годности. Самая большая перемена – 20 минут. В это время едят первоклассники, так как им нужно больше времени для адаптации к школьному распорядку. Ученики старших классов проводят в столовой 10-15 минут. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.